Артемий Панарин – новая звезда, которую уже бурно обсуждают. Родился будущий спортсмен в 1990 году, и на сегодняшний день его признали вторым подоходом среди игроков НХЛ. Но это не просто заслуга за его талант, парень очень трудолюбивый, постоянно тренируется. А история у него довольно печальная, оказывается, родители его бросили. Мальчик родился в семье очень молодых родителей, им тогда только совсем недавно стукнуло 20 лет. Они решили, что не готовы к детям и бросили Артемия. Настоящими родителями для парня стали бабушка и дедушка. Они жили в Коркино, это Челябинская область. Было тяжело, старики из последних сил старались поднять парня на ноги, бабушка продавала молоко, а дедушка настоял, чтобы парень пошел в хоккей. Артемий не сразу полюбил этот вид спорта. Чуть позже тренер заметил, что мальчик просто создан для хоккея. Дедушка не уступал и водил внука на тренировки, тем самым дал ему самый счастливый билет в будущее. В 2011 году парня заметили уже более солидные сообщества в спорте. В 2015 парень уже смог завоевать вместе с командой свой первый почетный кубок. В этот же год его позвали в Чикаго, там он работал два года. Свой первый гонорар спортсмен потратил на подарок своему дедушке. Он купил ему машину, мощный внедорожник. Ведь столько с твердой руки деда Артемий стал мировой звездой. В 2019 году парень перешел в Рейнджерс, где до сих пор и играет. Контракт заключен с клубом на семь лет, а сумма составляет почти 82 миллиона долларов. Получается, мужчина зарабатывает в год почти 12 миллионов долларов, это очень солидно для его молодого возраста. Мужчина уже нашел свою любовь. Он обручился с Алисой, она дочка другого известного человека в нашей стране Олега Знарока, он когда-то был тренером нашей сборной. 6 мая был очень интересный матч, который выбил из колеи сразу двух наших спортсменов. Артемию тоже досталось. Но повреждения не сильные. Парень и дальше собирается играть, у него в планах получить много наград. Спортсмен уже сейчас показывает лучшие результаты, сравнивают его со многими великими спортсменами. Кстати, американцы называют его «хлебушком». Артемий признается, что не любит агрессивную игру, но, как отмечают многие поклонники, играет он довольно ярко, также участвует в драках.